Девушки отдыхают Как вы считаете, насколько серьезным был удар для Урала, то обстоятельство, что они сегодня играли без главного тренера на скамейке? И в целом, по вашему опыту, насколько тяжело играть без подсказок главного тренера? Ну, я думаю, психологически это тяжело, когда, можно так сказать, неполный комплекс команды, тем более еще главный тренер где-то на трибуне смотрит. Я думаю, это тоже сказалось. То есть, ничего, Урал показал хорошую игру, дисциплинированную. То есть, и в обороне хорошо играли, и выбегали вперед, были моменты. Но в авторонтайме прибавили мы, и слава богу, довели дело до победы. Как-то так в нашей команде повелось. Принято считать Густава Монтуана Джокером. А мы тут подсчитали, у вас, оказывается, на данный момент, в текущем сезоне, шесть голов после выхода на замену. Ну, и еще одна голевая передача. Во-первых, как вам звание Джокера? Это первый вопрос. А второй, как вы считаете, ну, с чем же связана такая невероятная результативность наших игроков после выхода на замену? Да я думаю, без разницы на замену или не на замену выходить. И кто забил, тоже без разницы, да. Ну, видите, вы считаете, я не считаю этот момент. И самое главное, что я говорю, три очка в кармане, и двигаемся дальше. А уже в конце сезона посмотрим, кто больше забил на замену, а кто со скамейки. Ну, и финальный вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про ваш гол ногой. Как вы так смогли изловчиться? Какой частью ноги вы забили вообще? Ну, там была хорошая передача от Дугласа. Я пошел на ближнюю штангу, да, и поставил, грубо говоря, щеку. И неприятный был удар, со сколком он земли. И хорошо, что мяч попал в дальний угол. И 2-0 тоже увереннее, чем один.